Друзья, намаза! Сегодня у нас интересное занятие, в котором мы разберем несколько асан и проработаем их в разных плоскостях. Развернем картинку с этой асаной в пространстве. За счет такой работы очень интересно прочувствовать положение тела, понаблюдать за своими ощущениями и проработать в разных направлениях, от силовой нагрузки до гибкостной. И начнем мы с базовой, знакомой всем позы, позы дерева в рикшахсана. Это баланс на одной ноге, распределяем вес тела на левой, будем делать работу с правой ноги, правую выберем лидирующую балансовую. Как видите, весь вес распределяется на одной ноге, вторая нога правая у нас является балансовой, и мы стараемся развернуть бедро в сторону, повернуть колено в сторону, отведение бедра. Для того, чтобы удерживаться в этой позе, нам важно держать бандхи, нам важно следить за внутренней мускулатурой. И опорная нога держит всю конструкцию. Мы прорабатываем координацию, прорабатываем равновесие, и как уже мы об этом много раз говорили, такая работа как раз является силовой, координационной, направленной на локальную мускулатуру. Очень полезная работа. Эту же позу можно усложнить и поменять. Например, наутхитохаста под ангуштхасану. Разгибая колено, направляем стопу в сторону. Поза усложняется, добавляется гибкостной элемент. Если мы отпускаем ногу, этот элемент никуда не исчезает, но включается еще и силовой момент. Наклон вперед, наклон вгибаниях тазобедренных усложнит позу еще больше и позволит глубже проработать суставы. То есть к силовой работе мышц добавляется еще активное движение в суставе, стабилизация этого сустава через мышечное напряжение. Хорошо. Теперь давайте попробуем развернуть эту позу в положении сидя. Садимся. Вытягиваем одну ногу. В балансе. Вытянутая нога была бы опорной. В положении сидя она просто вытянута. И здесь, пожалуй, делать эту позу легче всего. Поэтому, как правило, положение сидя для нашей шансы мы усложняем наклоном. И этот наклон также, как и сгибания тазобедренных стоя, позволяет нам более подробно и более глубоко проработать тазобедренный сустав рабочей ноги. И растянуть, добавить гибкостной акцент к вытянутой ноге. И растянуть заднюю сторону вытянутой ноги. Отлично. Этот вариант позы сидя считается более интенсивной, хотя держать ее легче. Тут не нужно ловить равновесие, не нужно держать баланс. Поэтому, ну, появляется осевая нагрузка, то есть наклон. Мы утяжеляем корпусом эту позу, даем больше нагрузку на сустав и, соответственно, риска получить травму тоже больше. Ни в коем случае, особенно это касается новичков, не разрешаем себе вот такие пульсирующие покачивания. Лучше, если вы сделали позу в своем ритме, в своем темпе, в своем диапазоне, задержались в ней, прочувствовали себя и на осознанном дыхании по готовности начинаем углублять ее на выдохе. Вдох, выдох, чуть больше наклон. Вдох, выдох, чуть больше наклон. И так далее. И, возможно, какое-то время, не за одну тренировку, а за какой-то период времени, ваш наклон углубится таким, скажем так, естественным образом. И еще один вариант поработать в позе. Здесь уже больше у нас про обстройку, про ощущения в суставах, про подвижность и мобильность суставов. Это в положении лежа. Мы переходим в положение лежа и пытаемся дотянуть, достать рабочей ногой бедром, коленом пол. Очень важно, особенно если это забедренные, пока недостаточно подвижны, не заваливаться на бок, не поднимать ягодицу, одну ягодицу от пола, то есть обе ягодицы равномерно. Прижатый вес одинаково распределяется, и наша задача через движение в суставе разворачивать бедро кнаружу, прорабатывать вращение бедра кнаружу. Более интенсивно эту позу можно прочувствовать в варианте от хитахаста под ангуштхасана. Здесь также добавляется бедкостной момент. Внутренняя задняя сторона рабочей ноги у нас больше тянется. И совсем другие ощущения, нежели те, которые мы испытываем в этой же позе, но в позе стоя. То есть здесь даже добавляя наклон, все-таки больше силовых моментов. Все-таки растяжки чувствуются не так интенсивно. Таким образом мы можем заметить, что когда мы выполняем какую-либо позу в положении стоя, у нас больше задействуется мускулатура, особенно локальная мускулатура. То есть эта поза приобретает такой силовой характер. Я думаю, вы слышали и чувствовали на себе, на своей практике, что позы стоя, хоть они и не очень глубокие, хоть они и не очень сложны в своем выполнении, то есть в большинстве случаев они доступны каждому, позы стоя являются самыми энергозатратными, самыми силовыми. И это очень хорошо, потому что здесь силовые позы позволяют согреть тело, подготовить его и уже потом переходить к работе с гибкостью, более опасным, травмоопасным положением. Давайте разберем еще две позы про наклоны, про сгибания в тазобедренных, про вытяжение позвоночника. Это классическая уттанасана, наклон к ногам вместе и просорита падает уттанасана. Тоже наклон, тоже растяжка с задней стороны тела, когда мы стопы, разводим ноги, разводим в стороны, ставим ноги широко. Итак, уттанасана, наклон. Здесь, как правило, мы прорабатываем сгибания в тазобедренных. И зачастую наклона нет, не потому что что-то не то со спиной, не потому что нет растяжки ног. Ноги часто мешают, но не только поэтому, а потому что нет правильного сгибания в суставе, в тазобедренном суставе. Каким образом нам можно его проработать? Очень просто. Мы просто сгибаем ноги в коленях и прижимаемся животом к бедрам. И вот у нас уже есть складка, вот у нас уже есть тот самый наклон сгибания в тазобедренных. При этом спина остается предельно вытянута, а колени, да, они подсогнуты, но постепенно, работая с гибкостью, с растяжкой, мы научаемся разгибать ноги в коленях, не отпуская складки. У нас происходит такая глубокая складка, чемоданчик у Томасова. Даже у гибких людей в начале занятия, в самом начале, перед разминкой, растянуться, выпрямить ноги до конца является сложным моментом, поэтому мы можем начинать практику в таком облегченном варианте, делать наклоны с подсогнутыми ногами, но в конце, когда мы уже разогреем тело, наклоны идут мягче и приятнее. То же самое у нас в просорита податонасане. Мы можем сгибать ноги в коленях, но только следим, чтобы колени не заваливались внутрь. Мы их стараемся, если уж мы их сгибаем, разворачивать наружу, прорабатывая еще и тазобедренный сустав. Просорита податонасане к наклону, к растяжке задней стороны тела, мы добавляем еще и поскрытие тазобедренных движений, тазобедренных сустав и на наклон, и на разведение, отведение. Эта поза хоть и сложна в своем выполнении, но она все-таки является менее травматичной, чем эта же поза в положении сидя. Поэтому, работая с наклонами, всегда начинаем практику с положения наклона с ног, стоя, и только потом переходим в положение сидя. То же самое в позе сидя. Мы прижимаем живот к бедрам. Колени согнуты, но только настолько, насколько это необходимо для наличия нужной нам слазы. И постепенно, возможно, ни за один день, ни за одну тренировку, наши колени подразгибаются, и мы можем делать наклон полный. Просорита податонасане, поскольку ранее мы говорили о том, что кроме наклона и сгибания тазобедренных идет еще и отведение бедра наружу. Соответственно, мы должны постараться сделать наклон таза вперед, как бы накатиться на лобковую кость, освободив при этом копчик. Если мышцы, связки пока не готовы, и вы не можете держать колени прямыми, вы можете смело подсгибать ноги в коленях, но не позволяйте ногам валяться. Ноги активны, они тоже участвуют в выполнении этой асаны. Мы делаем проворот таза вперед, наклон таза вперед, и пробуем потянуться животом к полу. Еще раз, не лоб у нас к полу тянется, заставляя сгибать спину, позвоночник, а позвоночник вытянут. И мы делаем сгибание именно за счет тазобедренных суставов. Отлично. И, наконец, эти же позы в положении лежа на спине. И здесь практически вся силовая часть, силовая нагрузка уходит, оставляя место исключительно гибкостной работе. За счет того, что пол ровный, спина у нас также будет ровная, мы будем лежать на полу. Соответственно, ноги будут получать максимальную нагрузку, гибкостную нагрузку, максимальную растяжку. Будьте аккуратны. Опять же, мы избегаем резких импульсных, резковых движений. Это травмоопасно, это ни к чему. Мы работаем спокойно, осознанно на дыхании, с выдохом углубляя положение, если есть такая возможность. Начнем с наклона и с положения лежа. Подхватываем себя за бедра, прижимая бедра к животу. Копчик прижат, не позволяем тазу слишком высоко подниматься. Копчик, крестец на полу. Вернее, крестец на полу, копчик, конечно, может не касаться пола. Бедра прижат к животу. Начинаем раздевать ноги в коленях, насколько можно. И вот здесь как раз идет ваш честный наклон, ваша честная растяжка. Можно потом перехватить ноги за стопы, потянуть их к себе. Как только таз начинает подниматься, вы уже начинаете сгибать позвоночник, округлять поясницу. Этого делать не нужно. Оставайтесь в том положении, которое для вас доступно. Разведя ноги в стороны, есть возможность опустить их ниже. Опять же, если растяжка позволяет. Крестец на полу. Стоп и холл. По сути, уже самоканаса на поперечный шпагат. Это максимально интенсивное с точки зрения гибкости положение наклона со сведенными ногами. Вот таким вот образом мы с вами разобрали 4 похожие асаны. Все они связаны так или иначе с растяжкой, с наклоном и с работой в тазобедренных суставах. На сгибание, на разведение, отведение бедра кнаружи. Пожалуйста, пользуйтесь. Можете брать эти варианты в личную практику. Работая с данной степенью подвижности, работая с наклонами. Выстраивая позы от силовой, гибкостно от положения стоя, в балансах, до положения лежа на спине. Спасибо вам большое за внимание. Доброй практики. Пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал. Намасте. Пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал.